Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют А я тебе говорю, что тузика нашего Лизка твоя отравила Что вы несете, а? Да Лиза мухи не обидит Мы сами регулярно вашего тузика подкармливали Вот именно И я сама видела, как она ему в миску какое-то варево вылила Он поел, заскулил, а вскоре околел Ваш пес вечно в помойках рылся, вот там мог какую-нибудь гадость сожрать Я вам повторяю, ни я, ни Лиза к кончине вашего любимого тузика не имеем никакого отношения Да ты это, может быть, и не имеешь А вот Лизка точно имеет И вообще, Павел, ты бы понаблюдал за ней Ведь при такой тёще У Лизки-то, как у матери Может быть, крыша потихоньку того Хватит! Знаете что? Ещё раз мне гадость про лизу скажете Я не посмотрю, что вы женщина Честное слово Врежу Привет! Привет! Какой аромат! Иди скорее! Тут чёрный чай с кусочками клубники Давай, пей Это у нас новое дело Позвонил какой-то Зайцев Игорь Петрович, умчался к нему Наверняка сейчас с ним беседуют Тогда до получения ценных указаний у нас есть минут 15-20 Ну да Проходите Вот так и живём Удачно, что никого нет дома просто Я тоже до работы доехал Чё-то подумал, отгул взял Тёща на кладбище пошла Лиза нужна моя на работе А Ольга по магазинам шастает А Ольга это? Ольга это у нас дальняя родственница Лизы Приехала поступать в институт Ну и ходит на какие-то курсы подготовительные Вообще-то и общага положена Но тёща у нас очень сердобольная Вот и устроила общежитие прямо в квартире А вас это задевает? Знаете, с моей тёщей лучше не спорить Она у нас после смерти любимого сына Немножко того А что с сыном случилось? Да я не знаю точно Знаю, что он самоубийство совершил С крыши прыгнул А вон его фотография Позвольте Ну конечно Теперь Лиза единственная дочь у вашей тёщи? Нет, почему? У неё ещё брат есть старший, Денис Ну, Борис был средний, Лиза младший И Денис старший Он в столице живёт сейчас Вот, но знаете Тёща как-то для остальных детей была Вообще по боку Она вот Бориса любила больше всех Ну понятно А что с женой произошло? Знаете Какая-то странная стала Плачу всё время, скандалы устраивает Мои фотографии рассмотрели старые Ну, просто у меня брат привёз фотографии Ну, альбом целый Вот она их смотрит Раньше домоседкой была Теперь, не знаю Как будто, не знаю Выталкивает что-то её из дома Нашла себе занятие вне дома? Если бы себе Нам обоим Знаете Я Я даже завтракать не успеваю с утра На работу сразу бегу Вот А приду домой Мне хочется по-быстрому поесть И спать, лечь Она начинает конючить Давай, поехали в ресторан Поехали в кафе, в кино, пошли Ну, если вам это не нравится Почему бы напрямую об этом жене не заявить? Думаете, не говорил? Да, постоянно Только у неё характер такой Надо чуть что-то уже в слёзы Мне проще плюнуть, согласиться Я, знаете, уже месяц дома не ужинул А покажи мне вашу кухню Вот туда, пойдёмте Ну, давайте уточним про скандал с соседкой Что это был за пёс? Тузик? Да так, знаете, такой собачий интеллигентный бомж Её весь подъезд подкармливал И я ему тоже кости носил И Лиза, и Оля все А вот если чисто теоретически Могла быть Лиза последней, кто покормил животное? У-у-у Мне кажется, это была Ольга Просто они со спины немножко похожи Соседка могла перепутать А Лиза в тот день была в парикмахерской на работе А вы это точно помните? Ну, конечно Понимаете, мы накануне сильно повздорились с Лизой Ну, я просто настаивал на своём, никуда не пошёл Ну, и Лиза назло мне тарелку с борщом об пол шваркнула Ничего себе Так и остался голодным Я себе новую налил Лиза вроде тоже успокоилась И тут припёрлись Ольга с тёщей Посмотреть на бесплатное шоу Ну, так, слово за слово Я принял и ушёл с кухни Так и остался голодным Скажите, а давно с вашей женой начались эти странности? Ну, смотрите Три недели назад мы отметили с Лизой годовщину свадьбы Потом приехала Ольга Ну, вот тогда и начался этот форменный дурдом Как подменили Лизу Я вас прошу, помогите мне понять, что с женой творится, а? Честное слово, я очень Лизу люблю, правда Но ещё чуть-чуть, и я не выдержу Я просто плюну и уйду, куда глаза глядят Ну что, быстро мы домчались? Прям как ураганы Ладно Расчехляю аппаратуру Я там камеру установил и в комнате, и в кухне А тебе, Егор, будет персональное задание Всегда готов Здесь во дворе обретается Тамара Антоновна Бойко Вот нужно её разыскать и выяснить, что она думает о семье нашего клиента Понял, уже иду Ну что, сигнал хороший, и комната, и кухня, всё как на ладони Ой, кажется, кто-то пришёл Вовремя я оттуда свалил Давай посмотрим Привет А ты не на работе? Знаешь, я шелакул взять, отдохну немножко Тоже верно А чего ты в сухомятку маешься? Давай я тебе ухи сварю Как раз отличный кусок сёмги прикупила на рынке Ммм, спасибо, не надо Я уже вам бутыгроб сделал Ну да Ты, наверное, по домашней еде уже соскучился Вы же с Лизкой Чуть ли не каждый день то по кафе, то по ресторанам ходите Знаешь, где эти рестораны мне уже? Вот тут вот Вот как на духу скажу Честно? Не понимаю я Лизку У неё такой муж золотой Такая голова светлая Такие руки золотые А она ему нервы трепет Вот была б я твоей женой Я б тебе такую вкуснятину готовила Но ты не Лиза Ну не переживай Всякий может ошибиться Думаю, что человека хорошо знаешь А на поверку из него всякая дрянь лезет Держись Если что, всегда можешь на меня рассчитывать Спасибо, Оля Ты ведь знаешь, что у меня прабабка ведьмы была И у меня есть её частица дара Я такие вещи хорошо чувствую Ты о чём? Ну, я про истинную суть людей Ладно Это очень интересно А я, наверное, пойду Отдохну Да, конечно О нет Опять повёрнутая на магии девица попалась Ты заметила, как она беззастенчиво клеила нашего клиента? Ну а что? Мужик он видный При деньгах А провинциальной девице не очень-то хочется возвращаться обратно в общагу А тут есть шанс в любовнице набиться Глядишь он и квартиру с ним А женой развести тоже вариант Тогда вообще ей всё достанется Ну, кстати, поведение жены мне тоже понятно Она просто его ревнует Ни на минуту не хочет оставлять своего благоверного наедине с этой жужелицей Ну, а разбитая тарелка борща? Не знаю, может быть, она приворота боится Ольга ведь открыто хвалится своей ведьмой прабабкой Неплохо бы, конечно, взглянуть на эту Лизу Понять, насколько она адекватна Ладно, подождём, пока придёт на обед К детективам обратился Павел Зайцев Его жену Лизу обвиняют в том, что она отравила дворнягу Павел отвергает обвинение Но вынужден признать, что с Лизой творится что-то странное Она под любыми предлогами пытается увезти его из дома Детективы выяснили, что с Павлом кокетничает дальняя родственница его жены Ольга Вон у нас давеча Лизка Зайцева тузика отравила Просто так А почему? А всё потому, что наследственность дурная Это как это? Да там у них мамаша на всю голову шибанутая Вот дочёрка вся в неё пошла А братец её средний Тот вообще руки на себя наложил Из-за чего? Да влюбился в бабу, которая старше его А ты его бросила Он таблеток наглотался Вены себе перерезал Из крыши сиганул, чтоб наверняка Об этом даже газет писали Ну ничего себе Наследственность дурная Правда Денис кто у них? Старший сын Он вроде нормальным мужиком вырос В столице живёт Знаете, я иногда думаю Приехал бы он сюда И приструнил бы своих идиоток Мне ж тузик-то До слёз жалко А может быть вы мне расскажете про этих Зайцевых? Ну подробнее А вось мы вместе их к ответу призовём Так я только за Животные-то, они же бессловесные Сами за себя не заступятся И страдают вот из-за таких Уродов Что-то Лиза не видно Я так понимаю, Павел ей не сказал, что взял отгул Поэтому домой-то на обед она может и не торопиться А в какой предмахерской она работает? На Огородной улице Ой, так это совсем рядом Может мне туда сбегать? Ну давай А я за тёщей бы наблюдаю Она, похоже, только что с кладбища вернулась Ну я пошла Ой, тётя Лена Вы вернулись А я нам все муху варю Чувствуете, какой запах? Должно получиться объедение Это ты хорошо придумала Приготовишь, зови Пообедаем По-семейному Умничка Да ерунда какая Ладно, пойду посмотрю, чтоб не выкипело ничего Скоро, Борис Очень скоро Дань, слушаю тебя Лиза с подружкой в кафе пошла? Слушай, обязательно попробуй подслушать, о чём мне будут говорить А ты уже на месте Да ты просто молодец, действуй Давненько тебя не видела, Лизка А ты забегай ко мне стрижку обновить Давно уже ведь не заходила Ну ты же знаешь, у нас в поликлинике больные на мой кабинет, как на буфет прут Пока все бумажки оформишь, Света Белого уже не видишь А у меня к тебе вопрос важный Да Да, Денис, это я звонила Забираю скорее, слушай, ситуация выходит из-под контроля Если Павел В общем, ты меня понял Давай Прости, это мой брат, он сейчас в командировке Ну так, что там у тебя приключилось-то? А, вот, посмотри, здесь нет ничего опасного Стандартный набор при сердечно-сосудистой дистонии Это твоей матушке прописали, пусть пьёт смело А животное ими тоже нельзя отравить? Ох, что-то темнешь ты, Лизка Нет, это по факту активные добавки, ну, можно сказать, БАДы И нанести ими травмы, несовместимые жизни Можно только набихать им лекарствами какой-нибудь контейнер Рыб сбросить его с большой высоты на бедолагу Значит, это не оно Лиза, а что, у тебя что-то с мамой? Ну, ты только скажи, я же неплохой профессионал Если сама не смогу помочь советам Найду того, кто сможет это сделать Нет, нет, всё нормально Просто новые лекарства выписали Вот я и волнуюсь, ну, чтобы всё хорошо было Ну что, переговорил с Тамарой? Да, но она и разговорчивая Что касается самоубийства брата Елизаветы Она в своё время надела в городе немало шума Но со стороны Павла ничего интересного нет То есть? Я узнал, его отец погиб в аварии Его и брата воспитывала мать Её звали Маргарита Голикова А почему звали? Она умерла два года назад А брат? По словам соседки, он навещал Павла на годовщину свадьбы А потом вернулся в родной город Значит, Павел тоже приезжий Слушай, а мать Лизы случайно ни в каком соответствующем диспансере не стоит на учёте, а? Нет, я узнавал Тёть Лена, всё готово В детстве такое уху мы называли янтарной Ну я же старалась Пойду Павлу позову Он супчики любит Павел, Павел, вечная любовь Павел, Павел, вечная любовь Павел Ну что, Витёк Пообедаем? Наконец-то Я ухи уже эль-эстония Приятного аппетита Спасибо Слушай, Ин, а ты помнишь мой брат Боря с крыши шагнул? Да Тогда все говорили, что это он из-за несчастной любви А я сейчас вспоминаю, вспоминаю И получается, я его возлюбленную ни разу не видела Интересная была баба Яркая, сильно старше его Но между нами ничего такого, из-за чего бы стоило сходить с ума Погоди, так ты её видела? Ну да Ну, я же тогда бы за студию ходила А там рядом кафе Ну вот около него я их и засекла случайно А ты бы смогла её узнать? Да не вопрос Ты же знаешь, у меня на лице памяти отличная Слушай, у тебя найдётся ещё минут двадцать Я буквально одна нога здесь, другая там Мне тебе нужно кое-что показать Ну, у меня полчаса в запасе, но не минуты больше Ну так что, если я тебя не дождусь, извини Как-нибудь в следующий раз, договорим? Я успею, вот увидишь Просто подожди И как это понимать? Лиза тут собирается взять что-то и показать своей подруге в кафе Как я поняла, у неё вроде как есть фотография женщины Которая бросила её брата-самоубийцу Но сама она в этом не уверена Потому что никогда не видела её в лицо, в отличие от своей подруги Я не представляю, какая сейчас там будет Бутя Ведь Лиза не знает, что Павел взял от головы дома сидит Работу прогуливаешь? Втихаря даже мне ничего не сказал Так, значит, ты мне доверяешь, да? Лиза Лиза, ты переходишь все границы Лиза, ну ты совсем с ума спятила? Это она бесится, потому что я обеды готовлю А ты вообще молчи, приживалка Хватит Мне надоели твои безумные капризы, понятно? Я ухожу Слушайте, ну по-моему, это Лиза с большим приветом Ну если учесть, что Ольга уже что-то подмешала Я над этим пошаманствовала Да нет, мне кажется, Лиза не такая чудная, как кажется Игорь Петрович, ну неужели вы верите в эти подсыпанные травки? Не, ну допустим, я не верю А вот Лиза, похоже, очень даже верит Подожди, а ты-то можешь гарантировать, что они безвредны? Нет Ну вот и я о том же Кстати, Лиза сейчас должна вернуться обратно в кафе Если я за ней пойду, она может меня заметить За ней могу я проследить Хорошо, Ань, а ты тогда дождись Павла у подъезда Выясни, куда он идти собирается А то в таком состоянии, сама понимаешь, дров наломает Хорошо К детективам обратился Павел Зайцев С его женой творится что-то странное Лиза под любыми предлогами избегает семейных обедов и ужинов После очередной ссоры за столом Павел ушел из дома У меня осталось ровно две минуты Ну извини, у меня дома такое творится, даже говорить не хочется Вот, посмотри, здесь случайно нет этой женщины? Нет, нет, здесь нет Какой забавный бутуз Чем-то на твоего мужа похож Смотри дальше Нет, нет Опа, погоди-ка Вот эта дама очень похожа Только здесь она сильно моложе, чем тогда А вот здесь, что скажешь? Это она Ты знаешь эту женщину? Нет Но кое-что начинаю понимать Инна, спасибо тебе за консультацию Ты меня очень выручила, даже больше спасла Лиза, я решительно не понимаю, что там у тебя творится Но пообещай мне не делать глупостей Ну вот за это можешь вообще не беспокоиться Пойдем Ой, мамочки Черт, это что там происходит-то? Что это? Ай! Черт Алло, скорая Вызов примите, пожалуйста Похоже на острое пищевое отравление Адрес? Записывайте адрес Что, на собачке потренировалась теперь, до людей дошла? Вы о чем? Гостью ваша отсюда скорую увезла И она тоже корчилась вся Как и Тузик перед смертью Боже мой Но только ты знай Это тебе так с рук не сойдет Я Тузика на независимую экспертизу отправила И скоро мне официальную бумагу выдадут Чем ты его там отравила Но только спецы меня выслушали И сказали Что это сто процентов стряхнин был Я тебя посажу, мерзавку Тоже мне медичи нашлась Да, похоже развязка близка Мне интересно, как вы объяснили им свое появление в квартире? Ну как, сказал, что сосед снизу Что они меня заливают Да, в России сказали, что мы очень вовремя Еще в чуть-чуть и карантей А где Павел? Со слов Ани, Павел уехал к приятелю А мне кажется, я все понял Сейчас мы посмотрим последний акт этой безумной пьесы И сразу будет ясно Прав я или не прав Где ты это прячешь? Где? Ну я же все равно найду Лиза, не надо Ага Вот оно Ну и где ты взяла эту пакость? На рынке Фермер один этим волков травит Я ему рассказала, что у меня на подворье крысы развелись Житья от них нет Он поделился Добрая душа Что мой муж тебе сделал? Он же не имеет к смерти Бори никакого отношения Вся семья имеет Я долго ждала Очень долго Мама! Маргарита давно мертва И наказать ты ее уже никак не сможешь А я замужем за ее сыном Ты что, не понимаешь, что своими руками разрушаешь мою жизнь? Борю этим не вернешь! Я отомщу Тебе мало того, что после твоего застолья Ольгу увезли в больницу Что, поев объедков с нашего стола, сдохла дворовая собака И ты все равно пытаешься отправить Павла на тот свет Мое слово твердо Зачем я только послушала Дениса? Я говорила, тебя лечить надо Ты опасна, а он? Это все он Подожди, вернусь из командировки, заберу мать к себе У нас хорошие врачи Я не сумасшедшая, поняла? Да Ты просто убийца Сколько раз я тебя ловила над Пашиной тарелкой Но я-то думала, ты свои лекарства ему пытаешься подсыпать А ты решила его как крысу стряхнином отравить Я делала то, что должна Да, Денис Ты уже на вокзале? Хватай такси и лети скорее к нам Мать едва не отравила Ольгу Ну, в общем, началось это все с матери Павла С Маргаритой Голиковой Так она же мертва Так на тот момент еще была жива Подождите, а я, кажется, поняла Она и была той роковой женщиной Из-за которой шагнул с крыши родной брат Елизаветы Борис Да, да, да Просто у Павла с матерью разные фамилии И поэтому Елена не сразу догадалась, что на самом деле ее зять А в деле фигурировал семейный альбом Павла И поэтому Елена узнала Маргариту на фотографии Ну, именно так Угораздило же брата Павла перевести этот альбом с фотографиями, которые так внимательно рассмотрела мать Лизы Ведь сколько лет уже прошло с момента самоубийства Бориса Зато теперь вы воочию убедились, что месть – это действительно то блюдо, которое подают холодным На следующий день Лукин приехал к Павлу и Елизавете, чтобы расставить все точки в этом запутанном деле Я увез Денису, она сейчас в лечебнице и вряд ли теперь уже оттуда выйдет Ну и? Почему ты мне ничего не сказала? Я думала, я с ума сойду Мать на кладбище зачистила, потом тебя пыталась отравить Я позвонила Денису, он как раз в командировке за границей был Он сказал потерпеть немного, сказал, что приедет и заберет мать отсюда Молодец, люблю этого парня, а? Мы тут под богом ходим, а он по командировкам разъезжает Прекрати она нам, мать! Мы боялись, что ее в психушку заберут, а у нас тут не самая лучшая лечебница Вот поэтому я тебя всякими правдами и неправдами и уводила от семейного стола Кстати, а почему пострадала Ольга, а не я? Я ведь тоже из этого супчика змеиного в полтарелки съел И ничего, а ее в больницу увезли Просто Ольга тарелки поменяла Она вбила себе в голову, что если вам подсыпет этот разрыв травы То вы с Лизой разведетесь и станете для нее легкой добычей Вот гадина! Да уж, а невинно убиенный Тузик за что пострадал? Здесь все просто Вы же в тот вечер ушли, так и не поужинав, ну из-за скандала А Ольга, она сердобольная, она вашу порцию собачки искормила Ну, в любом случае для вас этот кошмар уже позади Ну, а как вам жить дальше, будет зависеть только от вас Елена Семечкина направлена на принудительное лечение Лиза и Павел смогли пережить случившееся и не разрушить свой брак Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Ну, вы правильно сделали, что сразу мне позвонили Так что у вас здесь происходит? На днях один пациент пожаловался мне, что кто-то рылся в карманах его пальто Ничего не пропало, но ключи были вытащены из бумажника, где он их обычно хранит Так может быть, этот другой пациент забрал самого бумажника? Нет, я специально проверил записи за тот день, он тут был один Следующий за ним клиент опоздал почти на полчаса Ну да, тогда получается, только обслуживающий персонал, больше некому Вот именно, но об этом я даже боюсь подумать Ну, а может быть, вы рано сейчас бьете тревогу? Может быть, ваш пациент что-то перепутал? Ну, сам вещи переложил, а потом просто забыл? Нет, есть еще кое-что Недавно я стал замечать, что кто-то хозяйничает в моем кабинете в мое отсутствие В шкафу стали появляться какие-то странные вещи Мусор, комки глины, перья, в общем, какая-то чертовщина Вы не спросили у своего обслуживающего персонала, что они думают по этому поводу? Да нет, я оба раза просто выбросил это куда подальше Видите ли, Мария, мой администратор, мы знакомы с ней более семи лет Настю я взял на работу полугода назад, но тоже успел как-то привязаться Так, а не влюблены ли вы часом в нее? Видите ли, я просто не могу поверить, что это их рук дело Но клинику я поднимал с нуля, и мне очень дорогая репутация А можно взглянуть на шкаф, где все это происходит? Конечно Так Что-то еще? Моя коллекция пропала, коллекция 32 А что это за коллекция? Я собираю зубы мудрости Если клиент оставляет такой зуб в клинике, я промываю его спиртом и кладу в шкатулку А 32 это по количеству зубов во рту у человека? Ну да А давно вы видели свою коллекцию? Пару дней назад А вот ваш обслуживающий персонал, они знали о вашей такой вот необычной коллекции? Да разумеется, мы с Настей даже шутили, что когда-нибудь я загоню эту коллекцию какому-нибудь богачу Черт возьми, ну что здесь происходит? Обещаю вам во всем здесь разобраться А можно посмотреть ваш гардероб, вот приемную? Да, конечно Пойдемте Сейчас я догоню Поскольку в клинике действительно происходило что-то необъяснимое, Насонов счел нужным установить в кабинете скрытую камеру Видите, гардероб для пациентов расположен так, что пройти к нему мимо администратора не получится Так что это кто-то свой Здравствуйте Здравствуйте О, у нас уже пациенты с утра пораньше Мне внести коррективы в расписание? Нет, нет, что вы Я просто напросился на консультацию и уже получил все, что хотел Спасибо вам, доктор Буду следовать вашим указаниям Спасибо, до свидания Всего доброго Посмотри, есть картинка? Да, все отлично И кабинет, и приемная Все как на ладони Кстати, Алексей Викторович, откуда вы знаете нашего клиента? Да я у него раньше зубы лечил, когда он еще работал в стоматологии на Баковке А потом оттуда ушел И вот свою клинику открыл Я так понимаю, он не доверяет своему персоналу, да? Он влюблен в свою медсестру без памяти, это видно неруженым взглядом Ну, видно, не хочет ей открываться, пока не разберется с тем, кто лазит по карману у клиентов и у него в кабинете А, кстати, Алексей Викторович, я по поводу глины и перьев А вам не кажется, что это колдовской подклад? Что? Ну, просто я думаю, что кто-то хочет навредить вашему знакомому при помощи магии Ну, по крайней мере, очень похоже на то Местики здесь только еще не хватало Посмотри, кино начинается Всего доброго, до свидания До свидания Ой, Вячеслав Дмитриевич, Смирнов только что звонил, он не сможет прийти, ногу подвернул Так что, если экстренного самотека не будет, то ближайшие полтора часа у вас полностью свободны Ну, оно и к лучшему Схожу тогда в кафе по завтраку А то утром так и не успел толком В общем, если что, то звони мне на сотовой Хорошо, Вячеслав Дмитриевич, хорошо Пойду, пожалуй, тоже пройдусь Насть Мне кажется, ты забываешься Вячеслав Дмитриевич наш руководитель Он вольно уйти с работы в любое удобное для него время Но ты не он Наша прежняя медсестра нас и такого не позволяла Ну да, зато она лотки путала и ползала, как сонная муха Хорошую медсестру Вячеслав бы увольнять не стал Во-первых, не увольнять, а провожать на пенсию А вот что касается тебя А я не собачка, меня призывом к ноге запугивать не надо Все, я поеду, вернусь через полчаса Если что, у тебя есть мой телефон Да у них тут страсти кипят Ну, сразу видно, дамы друг друга-то не любят Может быть, мне проследить за ней? Да, давай, а я пока здесь присижу, посмотрю, что еще здесь произойдет Хорошо Я тебе сколько раз говорила, чтобы ты здесь больше не погулялся Говорила, говорила, все, ухожу Горох, выметайся отсюда, быстро Что ты орешь на меня, а? Чего ты у него орут? Вон отсюда, я сказала, тут прелестные Все, все, ухожу, успокойся Научитесь сначала, наберу тут, непонятно кого он Ну, Мария, ты меня просто поражаешь Ты чего так разошлась-то? Да, я этот контингент отлично знаю Денег на лечение у него, как всегда, не найдется После него только кабинет стерилизовать Ничего страшного, пускай он в районную поликлинику топает, если так приспичило Лихо ты его отбрила Да, у меня на них глаз наметан за столько лет работы А я вот соскучилась Пришла посмотреть, как вы тут без меня живете Вот тортик чаю принесла Не сидится тебе на пенсии-то, да? Слушай, ты неотвратимо, как налоговая, каждую неделю ходишь Изви, изви, я к тебе привыкла Вячеслав-то, небось, уже с пациентом занимается, да? Да нет, в кафе завтракает И эта стрекоза следом умелась Настя-то, она мне сразу не понравилась Та еще вертихвостка носится туда-сюда, только пыль поднимает Уж какая наглая, так я тебе передать не могу Слушай, раз их все равно пока нет, я выйду в кабинет Вот честное слово, снится он мне Хоть глазком бы на него глянуть Ну и иди, что с тобой сделаешь? Мария, спасибо тебе огромнейший Севка, привет! Привет! Ну что, тебя можно поздравить? Да, отстрелялся наконец-то Дедушкина мечта исполнилась Батюшка весь из себя гордый Ну, а про матушку скромно умолчу Сев, а можешь мне отдать то, что я тебе давала? Просто вещь не моя, хочется уже побыстрее обратно вернуть Я так и понял Держи Спасибо тебе большое Без твоей помощи я бы не выступил так эффектно Да ладно, всегда пожалуйста А как дела у Славки? Он тебе еще предложение руки и сердца не сделал Ты его предупреди Пока он раздумывает и ведет себя какой-нибудь горячий парень Вот вечно ты меня в краску вгоняешь Лучше расскажи мне, как Ритка Положили на сохранение Через два месяца у меня появится племянник Эх, девки, что же вы так быстро растете? Вчера вас еще за косички тягало А теперь собственными руками замуж выдаю Даль, фотографию получил Значит, говоришь, она у него забрала нечто, что ей надо срочно вернуть И Вячеслав этот товарищ знает Ага, все, я понял тебя Вячеслав! Посмотрите, пожалуйста Вы вот этого товарища знаете? Да, это Севка Левитин, мой друг-стоматолог Мы с ним вместе когда-то начинали Ага А не он ли вам порекомендовал взять на работу Настю? Он Это, кажется, одноклассница его младшей сестры Он ее с детства знает Я как раз искал себе помощницу Просторопней, чтобы люк заменить А что? Да нет, ничего Если вдруг что-то произойдет, вы мне сразу звоните Я буду рядом Спасибо К детективам обратился Вячеслав Щеглов Владелец собственной клиники Он переживает, что кто-то лазит по карманам одежды пациентов А из личного шкафа Щеглова пропала коллекция зубов мудрости Кроме этого, в кабинет Вячеслава кто-то регулярно подбрасывает странные предметы Подозрение падает на недавно нанятую на работу медсестру Настю Тем временем Данила искал информацию о Левитине на медицинских форумах Ну что, сетевая разведка Чем порадуете скромных работников поля? В общем, человек, с которым встречалась Настя, это Всеволод Левитин Он стоматолог И недалеко, как позавчера, он защитил диссертацию Клиническое обоснование предрасположенности к кариесу Преждевременно прорезавшихся третьих маляров Господи, а по-русски? Ну, если по-русски, то это патология зубов мудрости Вот это совпадение Да, и, кстати, Левитин наглядно проиллюстрировал диссертацию То есть он на каждую патологию показал соответствующий искореженный зуб Подожди, а взять он их мог только из коллекции нашего клиента, правильно? Да, Настя хорошо знакома с Левитином Она хочет, чтобы диссертация прошла отлично И поэтому заимствует на время коллекцию зубов и своего начальника И поэтому торопится вернуть ее побыстрее обратно, чтобы никто не заметил И встречу со своим знакомым он специально назначил на раннее утро Вот-вот Поэтому, я думаю, сейчас самое время детально пообщаться с Левитином Чтобы тем самым подтвердить мою блистательную теорию Представившись Левитину журналистами, помощники попросили его дать интервью Все, есть Очень хорошо Скажите, насколько мне известно, когда вы защищали диссертацию Вы предъявили комиссии наглядное подтверждение своим тезисом? Да, на каждую патологию по зубу То есть вы собирали эту коллекцию для защиты диссертации? И да, и нет Врачи-стоматологи зачастую оставляют удаленные зубы И я из их числа Поэтому за годы практики собрал то, что мне требовалось Как интересно Стоматолог собирает некогда удаленные им зубы Хирург аппендициты Ань, мне кажется, ты сейчас далеко зайдешь Но аппендициты вряд ли А вот про коллекцию предметов, извлеченных из человеческих тел, я слышал Даже не представляете, что иногда глотают люди А вот стоматологи собирают зубы Как и мой коллега Славка Щеглов Мы даже, помнится, соревновались У кого коллекция больше, у кого интереснее Но потом перестали А по какой причине? Подобные коллекции интересны только их собирателям А Славка собирал все подряд Не понял Славка коллекционировал все вырванные зубы мудрости А меня интересовали только особые патологии Впрочем, и в том, и в другом случае Каждый зуб – это история лечения и удаления То есть, условно говоря, если вам предложить коллекцию зубов Она мне будет неинтересна Разве что только Славка смог получить пару-тройку абсолютно уникальных экземпляров Но это вряд ли Вы так тепло отзываете О вашем коллеге Он и есть хороший парень Собственную клинику открыл И все сам Правда Администратор Машу у нас сманил Нет, но все-таки как хорошо, когда есть люди, на которых можно положиться Да, да Скажите, а вам кто-нибудь помогал при подготовке к диссертации? Разумеется, одна моя подруга детства смогла раздобыть для меня абсолютно уникальный экземпляр книги, изданной еще в советские времена И вот многие тезисы оттуда мне очень пригодились Скажите, пожалуйста, можно хотя бы одним глазком взглянуть на вашу уникальную коллекцию? И по возможности сфотографировать ее? Это была бы отличная иллюстрация для нашей новой статьи Увы, нет Все, что я собрал, я оставил в своей родной кафедре в качестве наглядного пособия для студентов На следующий день Алексей Насонов с самого утра приехал к клинике, чтобы окончательно прояснить вопрос Кто и с какой целью мог лазить по карманам пациентов? Ну что, Настена, задержимся сегодня вечером Мария, говорит, звонил старый клиент, слезно просил его принять вечером Ради вас, Слава, хоть на всю ночь А как ты смотришь на то, чтобы перевести клинику на круглосуточный режим работы? Ну в этом случае, боюсь, нас придется клонировать Что-то случилось? Нет, нет, Настя, ты тогда здесь на хозяйстве, я отойду на 10 минут Ну, бардак продолжается Вот это сегодня утром я обнаружил в шкафу, пока ходил в кафе Вместе с прочим мусором, который я уже выкинул Почему же сразу мне ничего не сказали? Ну не буду же я вас беспокоить по каждому пустяку, когда мой кабинет оказывается неприбранным Но это сейчас не важно, есть кое-что более непонятное Шкатулка вновь в шкафу То есть ваше колесо и снова вернулось к вам? Не совсем, там от силы треть, остальное пропало А пропали наверняка самые ценные экземпляры, я правильно понимаю? Да нет, парочка наиболее интересных экземпляров как раз на месте, насколько я успел заметить Это точно кто-то из своих клиентов, сегодня было только двое И за ними я наблюдал от и до, так что они тут ни при чем Знаете что, а не могли бы вы под каким-то предлогом вызвать сюда в клинику, ну вот вашу бывшую медсестру Любу? Могу, а зачем? Подождите, это еще не все, а на время ее визита куда-нибудь отослать Настю и Марию Ну они просто меня уже видели, могут вопросы возникнуть Здравствуйте, Вячеслав Дмитриевич, прилетела как только смогла Любовь Егоровна, может объясните нам сейчас, зачем вы с помощью так называемой магии вредите своему бывшему начальнику? Да вы что такое говорите? Да как у вас язык-то повернулся такое сказать? Ну действительно, ну при чем тут магия? Перья, глина, вот сегодня вы уже третий раз подложили всю эту ерунду сюда в шкаф Кажется, это называется подклад Так объясните, почему вы сживаете сосветок своего бывшего шефа? Да я не Вячеслава Дмитриевича, я эту вертихвостку Настю отсюда выпроваживаю Люба, ну зачем? Обратно на работу хочу Нет моих сил больше на пенсии сидеть Здесь ведь и с людьми пообщаться, и зарплата хорошая Ну это уж чересчур Значит так, Люба В последние полтора года я и так терпел вас исключительно из благотворительности Знал, как трудно найти работу в вашем возрасте А вы же говорили, что я хорошая медсестра Вы стали делать слишком много ошибок и ушли на заслуженный отдых Да как же так? Ну я же не то, что это Мария задавака Она постоянно твердит, что ушла сюда с хорошего места, с крутого ради вас А я... Скорей ей, я поговорю отдельно А вы забудьте, пожалуйста, сюда дорогу навсегда Ну вот, ну хотя бы одной тайны стало меньше Ну да, никогда бы не подумал, что это Люба такая дремущая Скажите, а как вы ведете учет своих пациентов? Этим у нас Мария занимается, у нее все строго В первое посещение она делает ксерокопию паспорта Потом заносит эти данные в базу вместе с номером телефона и историей посещения А я могу получить копию вот этой вашей базы? Да, конечно, сейчас организую Я подожду Держи, Ань, здесь база данных по клиентам клиники Надо будет их всех проверить на предмет криминального прошлого Кто-то же лазит у пациентов по карманам Хорошо Алексей Викторович, только что звонил Даня Сказал, что Левитин действительно отдал коллекцию зубов родной кафедре Ну я не знаю, может быть с помощью Насти он все-таки позаинствовал какой-то частью Вячеслава Подожди, но Вячеслав сказал, что самые ценные экземпляры зооколлекции как раз вернулись А если следовать твоей версии, то Левитин бы забрал именно их бы Ну тогда тупик Ну да, похоже, что тупик Да, кстати, ты была права насчет этих колдовских подкладов Так что в конце месяца с меня премия Правда, спасибо Вячеслав Щеглов, владелец собственной клиники, переживает, что кто-то лазит по карманам одежды пациентов Также у него частично пропала его коллекция зубов мудрости Под подозрением находятся администратор Мария и медсестра Настя Здравствуйте Да, давненько вы у нас не были Уж полгода как Ой, у меня такое творилось, мне не до зубов было Представляете, пока я на работе была, у меня квартиру обнесли Варье проклятое Да вы что? Да, прям эпидемия какая-то Помните Зою Алюшину? Ну, это ваша старая пациентка, которая вас когда-то мне и порекомендовала Ну да, конечно Ну так у нее та же самая история Она за порог, возвращается А в квартире все вверх дном Все накопления, все драгоценности Как корова языком слезала Ничего себе Насонов решил позвонить знакомому следователю прокуратуры Алло, Виктор Григорьевич, приветствую тебя Слушай, а ты сейчас там очень сильно занят, а? Да хочу подъехать к тебе поговорить по очень серьезному делу Отлично Алексей Викторович, я эту клиентуру уже вдоль и поперек проверила Ну нет среди них уголовников Они все абсолютно обычные люди Ну тогда посмотри, нет ли совпадения вот с этим списком А что это? Это список адресов, где были квартирные кражи за последние 2-3 месяца Я специально за этим списком ездил к Григорьевичу Так, подождите Вот этот адрес точно был И этот совпадает Ну вот видишь Это не может быть простым совпадением Теперь понятно, что не просто так лазили по карману пациентов Кто-то искал ключи и делал с них слепки Во всех случаях квартиры были скрыты аккуратно, замки не сломаны А адреса жертв ворам сообщали прямо из клиники Ну да, вот теперь приходим к неутешительным выводам Что либо Мария, либо Анастасия являются в этом деле наводчицами Марии это сделать проще, она сама себе хозяйка А Настя? Как раз волна крашена началась тогда, когда она устроилась на работу Ну насколько я за ней наблюдал Она во время лечения выходит из кабинета где-то на 2-3 минуты Но за это время можно многое успеть Я только не понимаю, при чем тут пропавшая и вновь возникшая коллекция зубов? Я пока не знаю, но это точно как-то между собой связано Ну что будем делать? Ну попробуем спровоцировать эту компанию Этим займется Данила, он уже готовится А я? А тебе надо будет еще кое-что проверить, смотри Да нет, вы не поняли, за срочность я переплачу Просто меня уже в клубе ждут, там тусовка намечается на всю ночь Зуб болит Я понимаю Давайте паспорт, я запишу вас на завтра На завтра? Да Слушайте, а сегодня никак Просто завтра родители возвращаются из жарких стран Мы в ресторан пойдем, отмечать будем Ну как-то не до этого будет Ну в принципе, прямо сейчас у нас есть небольшое окошко Просто предыдущего пациента мы уже отпустили, а следующий только через полчаса Ну это если Вячеслав Дмитриевич не будет против Тогда конечно, давайте паспорт Ну и отлично Дамы, ну вы меня реально спасаете Вы тогда проходите, раздевайтесь, я предупрежу врача Хорошо Ну как все прошло? Ну ощущения не из приятных, но поскольку зуб все равно болел, нормально Давай, ты ключи от квартиры доставай, только очень аккуратно Ну все, клюнули Смотри, видишь следы пластилина? Угу, будем снимать отпечатки? Конечно, а пока пойдем, приготовим кое-кому встречу Если бы вы знали, каких усилий мне стоило уговорить родителей остаться сегодня вечером у тетки Алло, Алексей Викторович, ну вы были правы Я проверила ее родителей, они правда давно в разводе, но это не суть В общем, у нее есть сводный брат с соответствующей репутацией Тихо стоять Ну что, Толик, опять на нары захотел Ну что, на сегодня уже все? Да Больше никого не ожидается? Никого Ну это как сказать Мария, а не расскажете нам, когда вы последний раз видели своего сводного брата Анатолия? Я вас не понимаю Мне с этим уголовником не о чем разговаривать А разве не вы сегодня передали ему слепки с ключей от квартиры одного из пациентов? Он тоже все рассказал И вчера он сюда тоже сходил Что? Мария, так это ты? И расскажите нам, зачем вашему брату понадобилась коллекция Вячеслава? Толя жадный дурак Он как-то услышал, что Вячеслав Дмитриевич шутил Что за его коллекцию хорошую сумму можно выручить И что же было дальше? Стащил шкатулку Правда, он не знал, что именно Вячеслав Дмитриевич коллекционирует А когда открыл ее, его чуть не вырвало Я как раз входила, когда он зубы в унитаз вытряхивал Что смогла я достала, остальное отнесла на место потихоньку Мария, ну как вы могли докатиться до воровства? Да, я же считал вас кристально чистым и честным человеком А может я не хотела, чтобы мне через несколько лет под зад коленом сделали, как Любе? Вы меня когда сюда работать приглашали, каким соловьем вы пели? Я и подумала, глупая, что вы собираетесь меня полноправным партнером сделать Ну знаете, этого я вам никогда не предлагал Ну тогда с паршивой овцей хоть шерсти клок Если бы не Толькина жадность Какого черта он позарился на эту дрянь? Вячеслав сделал Анастасии предложение, которое та с радостью приняла Его необычная коллекция потихоньку возвращается к прежним размерам Мария Кострова и Анатолий Дряхлов задержаны и ждут суда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok